Добрый день дорогие друзья с вами передача реальный сектор на радио медиа Мектрис меня зовут Владимир Маслов у меня сегодня на гостях прекрасные люди клоуны в хорошем смысле этого слова это Денис Васильев и Станислав Книщиков Денис у нас является создателем уличного театра руководителем то есть не просто клоун это люди на самом деле которые в этом бизнесе достаточно глубоко и давно всю жизнь этого посвятили и Станислав Книщиков он цирковой актер клоун жонглер и шпрешшталмейстер я долго учил это слово и он представляет у нас но даже не представляет актер Росгосцирка Здравствуйте Друзья первым делом хотелось бы вот мне что у вас спросить вас каким ветром занесло так сказать на эти галеры потому что мы все росли в такое время более-менее одинакового возраста то есть как то вот каким образом то вот решили пойти учиться на актерское мастерство или где учились каким образом попасть в эту всю историю Денис Денис как хорошо что нам всем по 16 я смотрю на вас и прямо в душе радуется я еще заикаюсь так что эфир может затянуться потому что я заикаюсь ты расскажи как ты стал вот клоуном то что тебя сподвигло да это очень такая длинная долгая история но она для меня очень такая увлекательна потому что это все произошло благодаря моему родному любимому старшему брату по имени игре вот это все произошло благодаря ему вот это первая любовь к Даниилу Хармсу конечно как это для меня самый великий драматург и самый классный вот и и в школу немого кино а у меня не мое кино это Бастер Киттон Гарлетт Лойд конечно и Ла Ролла Харди и прочее прочее и вот так это все это вместе с Хармсом как-то заработало и понеслось и так были весьма и ты пошел учиться или я пошел учиться я пошел нет я пошел учиться к Юрию Доменовичу Фильшину в Нижний Новгород мой любимый педагог режиссер вот но главное вовремя сбежать как вообще приятно говорить с людьми которые в наше время это редко чтобы люди учились и потом занимались этим делом потому что в основном все учатся в одном месте работают по-другому а ты Стас вот как я когда уже все-таки за 18 либо почти сейчас почти 20 лет работы и актером уже устал находить шутки вот почему я стал клоуном мне сегодня говорят почему вы стали самый первый вопрос почему вы стали клоуном я лучше всего конечно сказал в этом смысле Юрий Шевчук вот мне я получил эту роль мне выпал счастливый билет лучше всего он так и не знал не я нашел цирк скорее цирк нашел меня или там сцена и так далее я начинал в театральной студии учился в это время после школы в геолого-разведочном институте который благополучно потом бросил поступил в цирковое училище потом я уже закончил уже довольно позднее уже университет культуры но учиться мы конечно все пришли туда Игорь Васильев который он говорит Денис это я скажем так сменил его в цирковом училище Игорь выпустился у нашего общего педагога и я а он набрал новый курс и набрал как раз меня Игорь Васильев меня познакомил отчасти вот тогда только появился видеоматериал с клоунадой я всегда хотел быть актером это где-то организовалось где-то лет в четырнадцать наверное в тринадцать четырнадцать лет после того как я уже завязал со спортом то есть это призвание у тебя вот я не знаю как это назвать это же внутреннее мне повезло мне повезло тебе повезло и это Стас это так прекрасно это так прекрасно Денис что ты об этом говоришь он конечно у нас вообще генералиссимус уличного и вообще театра и поэтому самое вот конечно меня всегда было тоже интересное Я покраснел кстати Да Самый интересный вопрос вот как же вы же людям приносите радость да соответственно а ведь ну у тебя там на душе кошки скребут у тебя там может быть беда какая-то случилась Еще как скребут Ну вот то есть это же наверное серьезный так сказать такой перелом себя чтобы пойти там не знаю нацепить красный нос там нам намазать лицо и слава богу нам носы не так близки как вы думаете Да Ведь как бы нацепить красный нос это такая Да Мы оставим это другим немножко пускай они вот это делают и кстати некоторые делают это очень хорошо хотя я не любитель больших красных носов Да Носов Вот Ну вы поняли вопрос я имею ввиду что это же работа такая где ты не можешь там наброситься на человека Дело в том что Вы уйдите мне плохо В творчестве как и в любой профессии очень большая часть занимает это ремесло А ремесло знание ремесла мы поэтому и отличаемся понимаете есть плохой доктор и хороший доктор есть хороший учитель плохой учитель И есть хороший актер и плохой актер хороший актер это это он как проводник то что мы несем зрителю это же не наша заслуга это я не я не родился со всем этим знанием да там если актер выходит на сцену или на подмостке вот он вышел на рампу у меня нет этого знания какого-то внутреннего осрождения нет а я как проводник знаете когда как в церкви не важно как Священник и священник и священный служитель какой он на самом деле человек в данный момент когда вы например ему исповедуетесь или когда вы к нему пришли он в этот момент проводник но он должен уметь настроиться вот на эту волну В этот момент как ни странно вот эти все земные беды они должны уйти но это я говорю конечно об идеальном случае все влияет как говорит черт возьми влияет что болит нога влияет что поссорился это но в этом состоит мастерство кстати базы именно ремесла никакого никаких высоких материях даже сейчас в этот момент не говорю это ремесло очень важно Я собственно поэтому вас и позвал у меня передача что в общем-то реальный сектор и потому что говорю что вы здесь вот на земле так сказать с людьми это же на самом деле сложно работать там я не знаю например у вас Денис у вас же есть огромная например ну собственно не огромная в твоей труппе ведь ребята должны быть по крайней мере прекрасной физической подготовки у вас же там совершенно сложнейшие там трюки все эти ходули там вся история Мы сделали такой вариант в принципе это немного классики как бы вот но мы просто взяли основную трюковую часть трюковая часть это вольно стоящая лестница это жонгляш на моноцикле это не знаю перекидка это и колесо сира Костя Шеснев наш прекрасный вот и но мы это все просто лишь направили в то русло которое нам интересно и мы сделали это все в комическом смешном плане и это получилось это прошло это пошло на ура и блин слава богу что это все действительно идет так как вижу это вот ну мы что ваше видение совпало с чаяниями да насколько я знаю ведь вас же любят очень любят и слава богу а вы знаете как мы их любим вы не представляете как мы любим своего зрителя своих друзей своих товарищей и вообще коллег и вообще мы любим всех у нас самый мне кажется самый мир любимый мир любимый театр в мире несмотря на то что товарищ князьков здесь находится я хочу сказать что я тоже не могу забыть компанию которую я отдал уже почти 20 лет своей работы вот к сожалению к большому моему приезжая на гастроли в любой город или ну особенно по нашей стране хотя я ездил там больше 25 стран мира но они все спрашивают вы московский цирк что такое я работник компании росгус цирк это крупнейшая компания в мире не в европе не в евразии в мире больше 3000 артистов 42 стационарных цирков больше 6000 сотрудников к сожалению почему то это как-то забылось мы все знаем другие совершенно имена но именно росгус цирк который правоприемник союз гус цирк это уникальная система мировая поскольку когда в девятнадцатом году был принят декрет это объединение театральное дело лениным это объединилось и впервые в мире именно государство огромным скажем так этот вопрос должно государство именно государство включившись в эту систему в театральную цирковую и в искусство подняло это на неведомый до ныне уровень мы знали конечно это был академический балет это был это был императорские цирки это было все но это все было частно скажем так в час и это поднялось в огромном когда впервые советский цирк выехал практически государственная история компания и совершенно подняв как газпром везет же кому-то а мы сейчас спросим как вы выживаете а получается сейчас как будто государство как нелюбимой жене я тут думаю мне деньги на арене кстати когда спросить в моем эфире никто не надолжит меня хотя бы оплатить ну я думаю что вот газпром как раз справится с этой нелегкой задачей я так понимаю но понимаете вот этот вопрос кто назначен любимой нелюбимой женой вот к сожалению сейчас вроде бы росгосцирк будто как будто нелюбимая жена хотя но больше нет аналогов если мы не будем за это держаться нам это все но смотрите раз мы об этом заговорили то есть получается что почему вы собственно говоря здесь у нас вдвоем сидите потому что ты сейчас представляешь как работать ну фактически бюджетные организации соответственно Денис который загрустил теперь представляет как говорится у нас совершенно коммерческую историю и по большому счету уже получается что Денис должен со своей вот небольшой труппой каким-то образом вы вообще являетесь конкурентами или друзьями или каким-то образом В первую очередь являемся коллегами коллегами нет это безусловно вы делаете одно дело самое главное что мы коллеги во вторых что неотъемлемая часть это это конечно с большой буквы друзья мы очень большие близкие любимые вот ну конечно у нас есть друг другу некоторые вопросы и моменты которые касаются нашей работы вот но мы чисто творческие чисто творческие да но мы здесь их выносить не будем потому что нам эфира не хватит я не знаю как Денис нет я даже имею ввиду что Денис же он же работает и администратором он там платит налоги я не знаю ходит в там налоговую инспекцию все это организовывает там я не знаю арендует помещения какие-то получается то есть ты должен так сказать совмещать работу творческого там артиста там художника вот с этой со всей рутиной поэтому я на него вообще смотрю с восхищением он для меня как бог шивоц которым с огромным количеством рук которые вот он успевает и там и там и там и потому что я честно он опять покраснется каждый раз когда я о чем-то говорю я все время говорю вы знаете ребята о чем угодно но я не про деньги я конечно понимаю о чем-то мы знаем о чем я честно не знаю как Денис Васильев со своей великолепной трупной может быть конкурентом компании в которой больше шести тысяч сотрудников да и за которой стоит вроде бы стоит государство я надеюсь что это стоит но лучше мы будем сотрудничать о чем я постоянно как артист пытаюсь донести еще на каких-то встречах своим руководствам говорить что чем больше мы будем сотрудничать тем больше чем больше имя Росгосцирка будет упоминаться тем меньше вопросов будет возникать что это такое Росгосцирк что это вообще за понятие хотя это самое крупная база мы называем это просто экспериментами экспериментами да слушайте а вот как мы кстати в этом случае уже давайте немножко зашли сюда чуть-чуть про скучное проговорим там какие-то про деньги про все вопрос опять же к Денису вы как выживаете то вот вы же как-то это условно говоря куда вот кто ваш зритель куда вас приглашают ведь за это люди должны как-то платить это корпоративы там что это есть ну правильно вы же работаете не бесплатно да мы работаем конечно не бесплатно потому что тебе же надо людям зарплату платить конечно детей кормить создавать рабочие места с вами согласен абсолютно тем более у нас в театре иногда происходят такие неожиданные пополнения как у нашего великолепного жонглера Максима Гамаюнова это вольно стоящий жонглер на лестнице у него родилась двойня ему уже их надо кормить я очень горлый что я стал крестом одного из его прекрасных сыночков Денис как партизон не рассказывает понимаешь к твоему заказчику когда я слышу такие выражения я все время напомню что грудной ребенок не так много ест на самом деле геннурады представитель госсектора деньги нужно больше родителям чем детям там достаточно я могу сказать что я очень сильно горжусь я очень сильно люблю свою команду это уличный театр вот талбатурс высокие братья потому что все ребята в данный момент оказались все на своих местах несмотря на то что мы очень долго друг друга искали вот и даже если взять да буквально четыре года назад у нас немножко был ломаный плавающий состав хотя он существует уже больше десяти лет вот но в данный момент у нас команда то что надо и я надеюсь владимир вы к нам придете на спектакль посмотрите как и станислав князьков который был у нас неоднократно я еще что стас еще примет у нас еще еще и участие они просто как зритель будет куда идти то ты про пиарь себя то опять покраснел но это арт-центр винил это октябрьский переулок на новослободске октябрьский переулок 23 замечательная концертная площадка мы взяли как нашу домашнюю площадку и будем делать работать и творить только там вот и еще хотел бы пока мне еще позволяет время вы еще мне не выгоните нет еще время вот я еще хотел сказать про замечательных ребят таких это клоун театр микс 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 да и тот и сергей давыдов сережка иванов это ребята которые для меня всю жизнь вот они вот номер один были нового там и сейчас мы совместно и наш великий отечественный актер я повторюсь и скажу что с отрицательным обаянием с мощнейшим это михаил горевой который вас был в эфире как я узнал не вот и мы делаем совместную большую программу к первому апреля это будет очередной день дурака с дурацким цирком обязательно придем я напомню что кстати театр микс в данный момент являются артистами российской государственной цирковой компании росгосцирк но и при этом что росгосцирк казалось бы огромная машина тем не менее дает возможность экспериментировать и ребятам но тут вообще сложно обсуждать потому что актеры которые и артисты и они такие что вообще тяжело ходить под дядей скажем так и поэтому все равно даже находясь у кого-то на работе они все равно чувствуют себя себя отчасти да независимо мы всегда как вот мию как вот миша гривой сказал михаил витальевич гривой но и любимый уважаемый человек прекрасный актер да странно вот он когда мы с ним очень ну так вот беседовали вечерами как нам жить дальше вот и и михаил витальевич очень точную фразу сказал он говорит если ты хочешь быть чемпионом то ты изобрети свой вид спорта и вперед ну это да есть такая история ну как бы не идти да про проторенные дороги да и поэтому найти свой этаж мы делаем и он действительно делает это вот какую-то новую историю новую историю абсолютно это опять же по по пьесе нашего очень хорошего драматурга олега багаева мёртвые уши и я надеюсь что из этого что-то получится потому что гривой когда мне произнес это слово если бы он сказал клоун-драма вы уж меня извините клоун-драма что это такое для меня это очень очень важный момент это хармс бастер китон и депеш мод для меня одновременно извини что я про депеш мод говорю ничего страшного а они нам занесут потом авторские это следующий ребят мы готовы сами занести депеш мод лишь бы они не кончались слушай стас а такой вот тогда вопрос к тебе на самом деле опять же все таки понятно что вы люди творческие но все таки история опять же без денег никуда мы не денемся насколько я знаю вот была такая тема там даже я про россии все это поднимался вопрос у нас есть некая программа развития по которой в 2020 году вы должны выйти на самоокупаемость на самоокупаемость и так сказать государство должно перестать каким-то образом вот вас датировать скажем так тут я вот как к этому то все вот и что под этим соусом происходит то у вас честно скажу поскольку я все таки артист про компания не официальные представители нет это грубо говоря отношение мое личное отношение к этому я был очень рад этому во первых все это увидеть и услышать потому что это хоть какое-то внимание говорит о том что во первых государство задумалось о том что у нее существует такая огромная компания и все таки нужно как-то это дело обсудить только его же хотят видишь снять наоборот с дотации я думаю что и я надеюсь что это все переработать не то чтобы это полностью отменят или полностью изменит оставаться в этих рамках но учитывая то что сейчас происходит и очень многие вещи превращаются в тыкву скажем так то и планы очень многие я сказал бы так превращаются в тыкву но это еще не значит что надо компанию росгус цирк бросить и я так надеюсь что ее не нужно бросать и это выйдет на какой-то скажем так это изменится но мы останемся в рамках это потому что цирк может быть коммерческим но без помощи не обойтись иначе иначе мы теряем вообще понятие искусства то есть нас толкнут в такие То есть тебя толкнут практически вот к Денису Он же как-то А ничего что я зеваю вообще Денис создал в чем различие здесь огромная компания как я уже сказал 6000 сотрудников 42 стационарных цирка здесь невозможно развить в этой маленькой у Дениса прекрасные личные истории он отобрал каждого человека лично это все равно самый большой дефицит в жизни как вы все знаете это люди 100% в кадре 6 тысяч людей это огромная текучка всегда поэтому построить все на личных отношениях на персональном этом невозможно хотелось бы очень жалко что этого нет но невозможно поэтому если это было Проблема больших компаний Пласты искусства именно у нас созданы вот я не хотелось бы какими-то бравурными фразами бросаться но золото российского цирка и российского искусства оно было сделано не Давайте скажем так мы все работаем за деньги но не из-за денег Если мы будем Просчитывать заранее сколько будет стоить аттракцион например хороший аттракцион Например джигитовки или это или например клоунский аттракцион или спектакль То мы скажем так вы знаете что лучше этого не затевать и это не затеется история Если будут во главе угла будут стоять финансовые это очень много прекрасных историй которые не начнутся прекрасные истории в этом смысле Росгосцирк является первейшим когда объединили цирки и сказали творите и не думайте о том чтобы это но тут должны стоять у руля конечно люди которые Стас можно тебя поцелуй Да Мы все это сделаем процесс С другой стороны вот мы уже только что говорили о прекрасных примерах и цирка Дю Салей и мировых цирков все ведущие цирки сейчас ведущие я повторяю это и цирк Дю Салей и европейский цирк такой как Анкали в Германии и ведущие французские цирки все они все ведущие Я не говорю о том что они все имеют государственную поддержку в разных формах это может быть хотите это будет постоянно то есть цирк может стоять на балансе То есть если ты хочешь быть лидером мировым то тебе нужно как бы если государство хочет чтобы его Ну это же тоже планирование страны на самом деле Если у него политическом социальном геополитическом портфолио стояло что у нас величайшее цирковое искусство Хотите это будет на балансе хотите это будет в системе грантов как угодно не я не финансист вам лучше виднее но все ведущие цирки имеют государственную поддержку Несмотря на свои коммерческие успехи Конечно потому что как вы знаете в театре может антреприза быть коммерчески успешным но спектакль который имеет какое-то совершенно другое может быть значение не только коммерческий успех Вопрос тогда нужно задавать так зачем нам цирк заработать деньги или все-таки это часть развития и воспитания Ну личности какой-то да? Совершенно верно Конечно когда ребенок приходит он что увидел только как весело прыгают акробатики да? Или все-таки мы говорим о добре о победе человека над препятствием о том что в жизни нужно что человек вообще возможен на многое Так это стоит поддержать это не всегда может быть коммерчески успешно Ну да Как фраза одного известного дедушки из всех искусств для нас важнейшим является Не очень я люблю эту цитату Кино Кино Потому что там было все-таки Вступление было не очень приятное скажем так Я кстати сейчас не говорю про вступление Все-таки говорил Ну что мы с тобой не будем работать вместе Да Цирковое искусство Вы знаете что первый Первый артист был цирковым Самое-самое первое упоминание об артистах на скальных рисунках Это был жонглер Поющий Тем более поющий Поющий жонглер Сложно и уже есть То есть мы потеряв этот план Понятно он должен видоизменяться Мы тоже У меня претензии сейчас не к государству К артистам У меня тоже А почему ты не поющий жонглер Это моя жизнь просто Вот мне ответь Скажи Не поющий А ты поющий еще? Черт Мы даже не видели Слушайте А скажите вот такую историю То есть вы говорите правильные вещи Понятно А есть например какая-то там у вас там общественная Не знаю там организация что-то еще Какой-нибудь Ну не знаю какой-то союз там цирковых артистов и директоров У нас есть союз цирковых деятелей Или у нас есть внутренний профсоюз естественно это внутри Росгосцирк У нас А вот вы участвуете в этом деле? Нет Мы сами по себе Мы просто берем и делаем В отличие от них Потому что они и говорят очень много Посмотрите как Стас очень много сейчас говорил Очень красиво Ну вообще он сам по себе очень красивый человек Это вы после эфира решите Споем мы А мы просто на самом деле делаем то что нам нравится У нас об этом в принципе не принято говорить Но я скажу Потому что ребята Я думаю они этого заслуживают чтобы все знали Потому что высокие братья еще содержат два детских дома Вот это город Кимры В Тверской области Вот и мы помогаем Выезжаем И мы не делаем никогда из этого шоу То есть мы потихонечку собирались И поехали И поехали Бумбоксы Телевизоры Ну и самое главное это наша энергия И наш спектакль И свой позитив Да и свой позитив И вот хочу сказать опять же пользуйтесь За это вам огромное спасибо Я хочу сказать всем ребятам своим спасибо огромное Всем ребятам Включая оркестр Всем-всем музыкантам Всем ребятам низкий поклон И блин ребята я вас очень сильно люблю Я сейчас обычно разревусь в этот момент А сколько человек у тебя в Труппе 16 человек Мы берем основной состав 16 человек Из них 6 человек оркестра Для уличного это огромное Я бы сказал что это огромное Содержать так буду Потому что даже я уходил в свое время из Росгусцирка На частные скажем так хлеба Я провел 5 лет 4 года в Америке И у меня был ну скажем так коллектив Не совсем мое руководство Ну все равно там 7 человек 16 человек это огромное Это все тоже понимать Где все живут Как живут Чем живут Ну это же постоянно гастроли Абсолютно Мы с комарохи Мы сегодня Начали разговор с Денисом Прекрасного восхитворения Давида Самойлова Мы все с комарохи Прекрасные Вообще нутро Если мы уж говорим о сущности Что такое клоун Что такое Ветерант Это человек без прописки Конечно мы все где-то Дом это там Где твоя семья Это когда мне говорят Ну как же вы Очень нравится мне В поликлиниках Школа Ну как же так У вас же ребенок живет Как же вот так его все переезжает Я говорю поймите Твой дом там где твоя семья Мой Ребенок учится лучше чем многие Сейчас Которые живут на одном месте Это все зависит от того Что в семье происходит Мой дом там где моя семья Но вообще клоунный комедиант Это человек без прописки Без прописки Без прописки И поэтому По поводу социальных Конечно Росгусцирк Тоже очень много проектов Ну вот тоже Вот стесняющаяся Наверное Организация Мы тоже не любим Говорить о том Что приезжая В любой город Куда бы мы ни приезжали Мира и страны Мы никогда не отказываем Если приходят Мы сами Стараемся иногда Организовать Но поскольку мы все-таки Здесь Люди сами себе хозяева Они более гибкие Безусловно Они гибкие Плюс они могут сами Это начать организовать А мы естественно ждем То есть Если вдруг это организовалось В цирке Мы с удовольствием Или в городе То мы подключаемся Если это нет То у нас Внутри Я знаю Что несколько Сейчас цирковых Программ Которые гастролируют Они внутри имеют Такой костяк Который Приехав В город Узнают Связываются С фондами Связываются Благодарительными Организациями И абсолютно Бесплатно Организуют Это Не за денег Не за деньги Не за пиар Не за что Это просто Внутренний Позыв То есть У людей Они как бы Ну вот Сейчас к сожалению Такой график работы Скажем так Очень уменьшенный Цирки работают Ну пятницу Субботу Воскресенье Конечно Все эти дни Цирковой артист Не лежит на кровати Он репетирует Ищет Какие-то Новые проекты Ну раз уж Появилось Время Они говорят Давайте мы Отправим Туда Как говорится Себе в карму Внутри Плюс Честно говоря Давайте Будем честны Ни одно Театрализованное Массовое зрелище Не обойдется Без Циркового артиста Который вроде бы Очень многое Говорится Через губу Приходят И говорят Ой это циркотня Ой эти циркачи Ой Когда с режиссерами С молодыми разговариваешь Там с кино Или с театральным Ой вы сейчас Вы Человеку Который Имеет Офигенный Жонглерский номер И вот они Приходят Немножко через губу Вы заштампованы Ни одно Масса Театрализованных Представлений Не обходится Без цирковых артистов Поэтому если мы Потеряем Сейчас я имею ввиду Мы В масштабах стран Мы отчасти Уже потеряли Это наследие То Друзья Чем мы будем удивлять Чтецами Эффективными Менеджментами Эффективными Менеджментами Менеджментами Лишетки Выйдет Человек И Миша Ефремов Ну что Миша Ефремов Гениальный Комедиат И вот это К вопросу Клоун Драмы Ребята Скажите мне Кстати Я извиняюсь Что перебиваю вас Владимир Прошу прощения Просто по поводу Миши Ефремова И Гривого Это мы еще вернемся С тобой В этот момент И кстати Хотелось бы сказать Что Дорогие Михаил Ефремов И Михаил Гривой Если вы думаете Что за вами не следят Из цирка То вы ошибаетесь Они об этом в курсе Большой брат следит за Да Больше того я скажу Что все почему-то думают Что вот цирк Вот он остался Но это отчасти вина артистов Вот я тут не могу признать Я иногда приезжаю Вижу программу Где работают 25-летние артисты И они исполняют Такой Скажем Вековой Хлам И хочется сказать Ребят В 25 лет Вы действительно Слушаете это Вы действительно Читаете это Я например Знаю И люблю Современную поэзию Почему этого нет Сейчас в цирке Почему нет Олега Груза Да Олег Груз прекрасный И Вера Полозковой Почему мы Нет современных Вот что за вековой Это уже не традиция Друзья Это уже Нафталин Это уже такой Архаизм Ты вспомнил Олега Груза И если взять Вообще В целом Творческое объединение Газгольдер Где вот мы С моим любимым Паганелем Это микс Это артист Театр Розгостцевка Театр Ну Мы им простим И вот Лешка наш маленький Вот И мы Принимали участие в кино Клуб Орреи Газгольдер Творческое объединение Насколько Это действительно Само название Себя оправдывает Это творческое Объединение И где там Вася Баста И все-все-все-все Остальные И вся команда И которая идет Там один-два человека Но в целом В целом В целом Это люди С хорошим Очень с хорошим вкусом С которыми приятно Поговорить про Даниила Хармса Про его Недописанное Письмо Липавскому И прочее-прочее И они все это знают Так я поэтому и говорю Что у меня сейчас претензия Не к компании Росгосцирк Компания Росгосцирк Огромная Но она предоставляет Тебе возможность Дальше Все уже зависит От артиста Если артист не читает Не смотрит Не оглядывается Не В струи Да Ему не интересно Если он застыл Если он архаичен Я же говорю Давайте хранить традиции Ты прекрасно знаешь Есть классические Клоунады Которые вдруг расцветают В это Ему все равно Ну правда Существовать за Тысячелетнюю Историю Слушайте ребята Скажите Знаете какую историю Вы сказали Что там про молодых Про все прочее Вот у меня Народ Который сюда приходит Они все занимаются Какими-то там На земле Кто-то пастилу делает Кто-то там Я не знаю Мне даже кажется Что это наше с Вами Общее знакомое Ну в общем Жонглирование Не-не-не Ты приходишь И два часа Я вот про что говорю Что история Которая на земле Она вот какая Сейчас огромная Проблема с кадрами Я вот не знаю Хотел спросить Как у вас И проблема Знаешь какая Сидел передо мной Человек Он сидит У меня производство В Москве Мне говорят Нужны швеи Я прихожу Но все выпускницы Хотя бы этого там Колледжа Как они теперь называются Ни одна из них Не хочет быть швеей А все хотят быть дизайнером Понимаешь Да Вот как бы И вот такая вот ерунда Вот везде Еще Вот я не знаю Просто как у вас Хотел спросить Мы тоже любим Вильен Вестоват Очень сильно Да Ну я имею ввиду Что просто вывод Как сейчас народ Идет туда учиться Хотят они работать Условно говоря Ужасно Цирк Давайте я сейчас скажу За цирк Ну я не только про цирк Но я скажу То же самое Денис сказал Что проблема с кадром Я его услышал В самом начале Проблема с кадром Я говорю Пока набрал Только Стас У меня к тебе просьба Говори пожалуйста честно Я скажу Это огромная проблема Огромная проблема И тут не вина Росгосцирк Она отчасти вина Потому что государство Это Ладно Кто виноват Да Цирк Это как закрытая империя Немножечко закрытая для общего И там очень развитые Например Эти чирки династийные В первую очередь Виноваты родители Да То есть династийные Я про это и говорю То есть это передача ремесла От старшего к младшему А поскольку Ну как часовщики Часовщики Да Скажем так И так далее Дело вкуса И это все Внутри цирка развивается Сталкиваться с проблемой такой Например Есть человек Ему 70 лет Ему по хорошему Нужно идти уже на пенсию Но Если мы его отправим на пенсию Некому Некому Он никому не передаст А это настолько глубокое знание Ты сейчас не про Олег Попов говоришь Это Олег Попов Во-первых не 70-летний А уже 80-летний Дай Бог ему здоровья Кстати Я быстро отвлекусь На этой неделе Олег Константинович Попов Солнечный клоун Начнет В Санкт-Петербурге Где по статистике 50 солнечных дней И это было Это прорыв Моей компании Росгусцир А Ельдину Вчера 101 101 Прекрасно Они Люди Того строя Который ведет за собой Я написал Что цирк для меня начался С Олега Константиновича Попова Когда-то в 5 лет Меня привезли В большой московский цирк Папа И я увидел Попова И отчасти где-то Это все равно Пусть у меня сейчас Другие кумиры Не важно Сейчас Попов сможет Своим примером Приехав После стольких лет Ну да Позвать Позвать Кого-то в цирк По поводу Цирк Это очень закрытая Ремесленная В этом смысле Машина Поэтому Эти все вопросы Отправки на пенсию Не отправки на пенсию Очень сложные Они должны решаться Лично Персонально В цирке У нас Огромная проблема Сейчас Так работа Есть кому Или некому Почти некому В клоунаде Это вообще Огромная проблема А почему Не престижно Почему Менеджеры Я не знаю Кто хочет Мы сейчас Цирковое училище Поскольку Мне Родной Московское Цирковое Училище Училище Цирковое Эстрадное Искусство Где мы Вместе Все Училища Есть 3 человека Это ведущие Ведущие Конференции У нас же Было Мы вместе Училище Мы даже Дружили Очень долго Наша Большая Звезда Александр Олешков Он был На параллельном курсе В эстраде Мы ходили к друг другу Они ходили к нам Как эстрадники И смотрели на все просмотры Клоунады Мы ходили к ним И смотрели их Эстрадные Мы учились друг у друга Это было взаимодействие Сейчас в Государственном Училище Циркового Эстрадного Училище Нет Я же поступил В Цирковое Училище Это было В Щепкинске Было 9 человек на месте Сейчас нет Люди хотят стать актером И пойти играть Джеймса Бонда И получать миллиарды Сразу Причем сразу Они не хотят Вот эти пути Ну что это У нас получилось Да В основном Убирать никто не хочет А давайте так Хорошо Ну как бы все хотят сразу А почему Раньше можно было привести пример У человека был Скажем так пример Вот Допустим Человек захотел стать клоуном Как Ингибаров Как Вяткин И у него кто перед глазами был У него был Никулин Карандаш Борис Вяткин Я назову вам Как минимум 15-20 фамилий Всесоюзных У него был Стимул Туда идти Куда сейчас идут Вся комедия Они все идут в КВН Ну Потому что стимул Попасть Ну стендап Она вообще уже разница Поскольку мы все Немножечко запаздываем На 10-15 лет То например В Америке это началось 15 лет назад Я ходил еще там Значит в первые клубы Ну не видел там Не ходил в первые клубы Ну вот я вот приехал туда И стендап увидел Впервые в Америке В таком это У нас сейчас идут в КВН Потому что Есть стимул Потому что Не важно Потому что там деньги Да Они готовы мириться 5-7-10 лет С этим Потому что Есть Ориентировочно Куда они могут прийти Ну понятно Что я могу им сказать Про цирку Раньше я мог сказать Ребята Смотрите Поступайте в училище Да будет тяжело 5-10 лет Ну посмотрите Вот же есть Олег Попов Посмотрите Каким он стал Есть Ингибаров Да он может быть Немного зарабатывает Но он Поскольку нашел свой путь И так далее Он известен Он понял Кого вы сейчас знаете в цирке Кого я могу назвать Именно Да То есть Какой стимул у молодого А молодой он амбициозен Зачем В цирке В искусстве Человек без амбиций Зачем это Одноклеточное существо Нет Человек должен быть с амбициями Он должен кем-то Хочет стать Васильев Вообще себе сразу Поставил Вот у человека амбиции Это у него сразу Бастер Китон Понимаете Звезда И вот он Туда Сквозь стену И долбится Кто Молодежь Которая сейчас Скажет Кто У меня цирководит Братья Запашные Ну это же не комедия Поэтому Нет стимула Стимула Не денежного Амбициозного А у Дениса А у тебя Такие же мысли По поводу кадров И молодежи Если честно Я сейчас прослушал Абсолютно Нет Ну насчет кадров Ты же говорил Что с кадрами большая проблема У тебя найти людей Вменяем Ну мы нашлись Слава Богу Мы нашлись Ну ты долго Да этим занимался Долго Мы почти десять лет Это делали И здесь Самый главный момент Что Стас о чем говорил Я просто хочу Немножко Это так вот Зарезюмировать Чуть-чуть Мы занимаемся В первую очередь тем Что мы очень любим И то что нам нравится Это все равно Как я в школе Прекрасно вспоминаю Эти времена Когда я смешил И срывал уроки За булочки Государство в этом смысле А теперь мне еще За это деньги платят Представляете А вот мне хочется Прекрасно Прекрасно А внимание Давайте Да Немножко Подрезюмируем Нас осталось Меньше трех минут На самом деле Эфирного времени А я же еще Ничего не успел сказать Вот именно А вот у нас Прекрасный спикер Мне все страшно Мне хочется Чтобы обратили внимание Дома поговорим Что мы вообще хотим Условно говоря Для развития Что нам не хватает Что вот Государство Чтобы Не знаю Чтобы они Внимание Не обращали Чтобы обращали Внимание Чтобы не мешали Чтобы помогали Что нужно Для этой истории Чтобы у нас был цирк Которым Мы могли гордиться И коммерческий И Я считаю Извините Слово советский Русский Цирк Мы им очень сильно Гордимся Вот И Что касается На сегодняшний момент Вы поймите Здесь Проблема Лишь Не в том Что Почему не идут люди И они не понимают Что там склоунады И так далее И так далее Лишь дело вкуса Со вкусом Не надо никуда Ходить и смотреть Если вы хотите За это взяться То Я например Как всем говорят с вами ребятам Слава богу Это сработало Вы посмотрите Не мое кино Все там Лежит на поверхности И Ну не надо забывать Про наших Отцов А про государство Государство Если Государство должно Обратить внимание Не просто Знаете Какая-то нелюбимая жена У нас цирк сейчас Вот дал там денег Ну только Не звони мне Обратите внимание Обратите внимание И тогда к нам Придут молодые Амбициозные Люди Которые Пустят такую Кровь Вам мало Не покажется Идиот Надо Поднимать Престиж Правильно Конечно Тогда туда придут Совершенно Те люди Которые Пусть не про деньги За Решением Своих Внутренних Позывов Знаете Когда Тот же Шевчук Он говорит Когда Ты не можешь Не петь Когда Слово Рвет Глотку Вот так Очень много людей Которым Рвет Глотку Их Душа Я буду Кратко Я скажу Что Вы Исокие Братья В данный момент Сейчас Мы Проговорили с ребятами Вчера Новую программу Новые номера Но Опять же Мы Работаем Только Цирк Исключительно В комическом Плане И у нас Цель Стоит Одна Цель Мы Хотим Цирк Сделать Очень Модным Вот Для меня Цель Номер Один Полунебритые Татуированные Клоуны Чтобы Они Взыграли свою Роль И Это Произошло Наконец Я бы хотел сказать Потому что я не очень люблю слово модным А для меня Денис Это Современно Модные Современно Это не сиюминута То что они делают Сергей Сергеевич Спасибо вам большое Я верю Большое вам спасибо Друзья Нам как обычно не хватило времени Честно говоря У нас был Денис Васильев Создатель театра Атол Бразерс Высокие братья Прекрасные Клоун Актер Человек И Станислав Князьков Это Жонглер Актер Шпрекштайнмейстер Актер Это Ростов Спасибо Извините Я много говорил Это было интересно Идем к буфету Спасибо Друзья Спасибо 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 Спасибо